Вот поэтому здесь детство, оно имеет свое значение, но не всегда К сожалению, родители школы не учат, как строить отношения, и мы делаем ошибки Все правильно, Анфиса? Сегодня для вас теория любви доступна Лучше поздно, чем никогда Заниженная самооценка, низкая самооценка Но вы знаете, не всегда низкая самооценка Ко мне обращаются женщины таких данных, таких талантов Что я даже насчет самооценки как-то даже и сомневаюсь Нравится быть жертвой? Вот здесь есть нечто, на что можно обратить внимание Совершенно верно, совершенно верно, есть в этом нечто, но зачем, почему за этим стоит более сложное чувство любви, нет опыта в отношениях, нет, есть как раз таки те, у которых есть опыт в отношениях. Угу, сложно, да? Я так понимаю, что вопрос сложный. Давайте его рассмотрим вместе. Для начала рассмотрения этого вопроса я предлагаю заглянуть в феномен физиологической и психологической потребности в любви. Каждый человек на земле испытывает потребность в любви. Скажите, нет. Каждый. В женщинах эта потребность сильнее, чем в мужчинах. Вы знаете об этом? Хотя мужчины тоже хотят любить. Более того, привязанность укрепляется чувством принадлежности мужчине, которого она выбирает. Плюс биологические часы, которые напоминают ей о лимите детородного периода и о возрасте. Бедные женщины, бедные женщины, бедные женщины. Вы знаете, вы знаете, столько, так скажем, у вас столько здесь посыпалось эмоций относительно того, какие мы несчастные. Вы ошибаетесь. Позвольте мне уверенно вам, так скажем, доказать обратное. Ну, скажем, доказать в рамках сегодняшней встречи я не могу, но в теории любви я это охотно делаю. Почему? Потому что там достаточно, так скажем, разных составляющих систем, которые входят в одну составляющую. И вам дают картину мира, представление о том, что есть любовь, где я вам совершенно четко показываю, что женщина, радуйтесь тому, что вы женщина. Радуйтесь тому, что вы женщина, потому что за этим стоит нечто большее, чем вы можете себе предположить. Даша, вы совершенно правы. Мы здесь для того, чтобы получить опыт любви. Мы должны научиться любить. Мы должны научиться любить. И об этом уже кричали многие ведущие специалисты в области психологии еще в середине прошлого столетия. Общество должно учиться любить. Версавия, извините, я позволю себе такую роскошь, как сказать вам, вы не умеете, дорогая моя, любить. Знаете почему? Потому что вы не умеете быть любимой. Потому что это неотъемлемые составляющие любви. Уметь любить, это значит уметь быть любимой. Простите, Версавия, ради бога, не с целью вас, да-да-да, видите, вы со мной согласны. Спасибо вам за вашу солидарность, за согласие, что этому нужно учиться. Итак, мы продолжаем нашу тему, что конструкция женской психики в том, что в привязанности и принадлежности мужчине, которого она выбирает. И, как правило, этот мужчина – сильное плечо. Такова конструкция. Мужчине нам свойственно другие чувства и другие ощущения и даже другие потребности. Но об этом мы изучаем в теории любви. Как раз-таки этому отвечают все больше вебинары. Каких мужчин мы выбираем и почему. Формула любви. И глупые уроки для умных девушек. Вот эти основные, так скажем, где затронута общая система, так скажем, мужской психологии, где я объясняю, в чем нуждается мужчина. И как нам сопоставить наши женские потребности с мужскими. С чем сталкивается женщина, когда она находит мужчину своей мечты? Она одержима в любви. Она его любит. Она всячески ему показывает свою любовь. И нередко во взаимоотношениях мужчина, которого она любит, имеет некие недостатки и проблемы. Это может быть связано с его здоровьем. Это может быть алкоголизм. Депрессия, финансовые трудности, его привязанность к его детям из предыдущего брака. Да, с мамой. С его научной работой, с его карьерой, с его работой, с его зависимостью в предыдущем браке. Но он вам декларирует о своих несчастьях. О том, что он там несчаст, не реализует свою любовь. И женщина, как правило, выдвигает себя в роль спасительницы. Женщина хочет спасать. Женщина хочет участвовать в жизни любимого человека. Когда женщина любит, она испытывает особые чувства, связанные с этим. Особенные чувства. Кто знает, какие это особенные чувства? Когда женщина любит и претерпевает трудности ради любимого человека. Защитить. Отлично, Таня. Спасибо. Что еще? Самопожертвование. Отлично, Алина. Спасибо. Еще. Создать ему комфорт. Правильно. Отлично. Замечательно. И когда женщине это удается, что с ней происходит? Она получает удовлетворение эмоциональное. Правильно? Или создает ей ощущение эйфории. Эмоциональный уровень достигает такой точки, что это сравнимо с переживанием. Что этот человек, этот человек вызывает в ней эти чувства. Этот человек есть смысл. Этот человек есть жизнь. Этот человек есть любовь. И когда женщина в эйфории любви, она очень много анализирует и придает отчасти некую идеализацию этим отношениям. Она идеализирует отношениям. Почему? Потому что где-то она переступает через свой комфорт, где-то она с собой жертвует, где-то она как-то с чем-то мирится. Но в итоге женщина все равно получает желаемое. Но когда происходит? Когда происходит то, что мы называем душевной болью? А он еще не созрел. Именно так. Откуда появляется душевная боль? Способен ли мужчина понять женскую любовь? Когда нет ответных отношений. Правильно. Что мешает мужчине полюбить ее так же, как она любит его? А может быть мужчина любит по-своему, по-мужски, более сдержанно. Откуда мы знаем? Мы же понимаем, что мы разные. Что женщина вот любит вот так, а мужчина вот так. Я хочу заметить, я хочу обратить ваше внимание, что никакие отношения не бывают случайными. Никакие отношения не бывают случайными. Каждые отношения дают вам ничто. Над чем пришло время подумать. И если мы все совершенно, так скажем, здравомыслящие, ну да, здравомыслящие люди, то мы понимаем, что нам в очередной раз преподается некий урок, который мы должны осознать и прожить осознанно. Если мы его не проживаем, если мы пытаемся по верхам проскочить, то через некоторое время нам вернется этот урок в других отношениях. Правильно? Отсюда мы понимаем, что очень часто отношения повторяются. То есть меняются, так скажем, исполнители, меняются люди, меняются герои вашего романа любовного, а сюжет все тот же. Помните о том, что, значит, вам пришло время для себя сделать выводы. Не ищите в новых отношениях нечто другое, если вы в этих не разобрались и не сделали определенные выводы. Не ищите, потому что это будет не просто потраченное время зря, а не нужно потраченное время зря. Оно будет губительное уже для вас, потому что если человек в течение жизни живет и не делает для себя выводов, то его ситуация в жизни усугубляется. Его ситуация в жизни усугубляется. Это закон, закон мироздания, закон вселенной. Мы должны жить осознанно. Мы не животные, мы люди. И для продолжения я хочу вам предложить некое размышление на тему, что есть любовь. Что есть любовь. И если я начну, так скажем, разъяснение относительно любви, что любовь это процесс формирования чувства отношений между людьми, судьбы которых сливаются воедино. Далее. Любовь это продукт. Продукт социально-культурно и исторически накопленных знаний. Простите, что я такой академической формулировкой, но я других слов не нашла, чтобы в одном предложении обозначить, что есть любовь в социальном смысле. Проведем небольшое расследование. Расследование творчества и художественных произведений разных времен и народов, через которые мы можем видеть, как гении тех или иных, так скажем, времен и народов, нам предлагают свое отображение или свой культ проявления любви между людьми. Но продолжаем наш разговор по эпохам и творениям художественным. Эпоха возрождения. Великий художник Леонардо да Винчи, написавший картину «Мона Лиза». Что это за картина? Чему она обращена? Что культивирует образ Мона Лизы, а главное – выражение ее улыбки? Я хочу, чтобы вы понимали, что в то время Леонардо да Винчи пытался до нас донести очень важную информацию о ценности, женственности, загадочности женской улыбки. Далее. Вспомним времена Пушкина и Лермонтова, где культивировалась любовь к женщине. Далее. В одном из произведений Толстого культивируется жертвенная любовь Анны Карениной, на которой мы фактически выросли. От Есенина до Маяковского снова культивируется любовь к женщине. Художественное произведение мирового кинематографа в середине прошлого столетия. Фильм, допустим, «Унесенные ветром» о судьбе Скарлетт, если вам известно. О ее безответной любви. Начало восьмидесятых. Музыкальное произведение несчастной любви из рок-оперы Алексея Рыбникова, если вы знаете, «Юнона и Авось». Если вы знаете, я немножко расскажу о той истории, которую, вот как раз-таки последнее произведение, о том, что отображает это рок-опера, какой сюжет. В сюжете излагается трагическая любовь молодой испанки, которая по происхождению была высокого, так скажем, знатного происхождения. Она полюбила и оставалась верной одному человеку в течение всей жизни и ждала его в течение 40 лет. То есть, если она полюбила, ей было где-то 16 или 17, она была очень молодой девушкой, у которой были богатые родители состоятельные и женихи, и, так скажем, возможности разные устроить свою жизнь. Но она полюбила русского офицера, мореплавателя, дворянина по происхождению. У них был роман, который развивался буквально несколько дней. Но после этого он ушел в море и не вернулся. Он погиб. Их любовь длилась всего несколько дней, но эта женщина оставалась ждать его 40 лет. 20 лет со свечой у окна. И 20 лет она провела в монастыре, где и умерла. Их любовь длилась в каст-кл bread. Их любовь! Субтитры сделал DimaTorzok